МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соблюдать меры пожарной безопасности и разводить костры в лесах и на садовых участках. Также в жару многие люди тянутся к водоемам. Спасатели настоятельно просят купаться только в отведенных для этого местах. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пожилым медики советуют днем не появляться на солнце. На улице Новороссийской в Барнауле обвалился мост через пивоварку. Рушиться он начал еще в мае. Тогда конструкцию подмыли талые воды. Местные жители неоднократно пытались засыпать обвал, но попытки не приносили результата. Так можно ли вернуть конструкции прежний вид, и кто будет этим заниматься, узнавала Ирина Харитон. Эту улицу трудно сравнить с главными проспектами города. Но и здесь ежедневно проходит множество людей. Теперь переход на другую сторону превратился в полосу препятствий. Когда-то здесь был мост. По крайней мере, так нам рассказали местные жители. По нему ездили автомобилисты, ходили в школу дети. Теперь сооружение разрушено и выглядит вот таким образом. Я заранее его отправила, чтобы посмотреть, пройдем мы или нет вообще. Ну а люди, работающие на зеркальной фабрике, это же вообще катастрофа. И нам в том числе. А я хожу постоянно на Павловский тракт. Вот так ходим. Какое-то время место было огорожено. Стояли предупреждающие надписи. Сейчас ни того, ни другого. К тому же, решить проблему, то есть восстанавливать мост, никто не берется. Наша организация направила обращение в администрацию города, в комитет по дорожному хозяйству и благоустройству города Барнаула с просьбой восстановить мост, провести асфальтирование данного участка и установить по возможности ливневки для отвода воды, чтобы мост не разрушался. Как нам сообщили сегодня в администрации краевой столицы, глава города Сергей Дугин дал поручение Дорожному комитету всерьез заняться проблемой. Попытаться восстановить сооружение, которое официально, по их информации, мостом и не являлось, либо разработать какой-то новый проект. Представители комитета уже выезжали на место. Правда, сроки, когда решение будет принято, нам не озвучили. Между тем, общественники готовы пойти в прокуратуру, если чиновники с этим самым решением будут затягивать. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. Трагическая ситуация произошла во время работы механизатора в Кулундинском районе края. Десятилетнему ребенку пробило череп фрагментом троса. Несчастный случай произошел 28 июня в селе Виноградовка. Мужчина управлял трактором К-700. По данным следствия, в нарушении всех правил приведения погрузочно-разгрузочных работ. Механизатор одного из общей с ограниченной ответственностью, управляя трактором К-700 при введении погрузочно-разгрузочных работ, допустил присутствие своего 10-летнего сына в кабине транспортного средства. В ходе буксировки железобетонной плиты произошел обрыв металлического троса, в результате чего его фрагмент пробил заднее стекло кабины трактора и попал в голову сидящего на пассажирском сидении ребенка. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали на карете скорой помощи в местную ЦРБ. По факту травмирования несовершеннолетнего следственный комитет по краю возбудил уголовное дело. Вода начала поступать в дома барнаульцев по контуру ТЭЦ-2, пишут журналисты газеты «Комсомольская правда» Барнаул. Когда ремонт завершится полностью, а также о других заметных новостях от сибирской медиагруппы. В обзоре далее. Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 длились 10 дней. За это время специалисты выявили на сетях 184 повреждения. Большую часть из них устранили. Но полностью завершить ремонт планируется в ближайшие два дня. А возобновить горячее водоснабжение с 12 июля. Еще один кандидат, шестой по счету, выдвинулся на пост губернатора Алтайского края, сообщает Политсибру. Это рубцовский журналист Сергей Сущевский, который идет на выборы от партии малого бизнеса. Документы в Краевой избирком новый претендент подал вечером 9 июля. И теперь ему предстоит пройти муниципальный фильтр, то есть собрать 534 подписи муниципальных кандидатов и избранных сельских глав. Добавим также, что в своей предвыборной программе Сущевский, который к тому же является предпринимателем, делает акцент на поддержку малого бизнеса. А вот газета «Бейский рабочий» один из своих материалов посвятила горожанке, которая выращивает более ста сортов красивейших цветов. Прохожие, что идут мимо дома женщины, пишут журналисты, замирают как вкопанные, поскольку сад бейчанки напоминает известнейшие европейские оранжереи. Здесь растут фуксии, разного сорта герани, пионы, петуни и множество других цветов. Хозяйка райского уголка считает, что выращивать цветы дело хлопотное, и чтобы оно получилось, признается женщина, нужно быть всегда в хорошем настроении и как можно чаще улыбаться. Елена Макаренко, Наши новости. Сегодня в Барнауле стартовала девятая по счету спартакиада, участие в которой принимают не совсем обычные спортсмены. Их возраст от 55 до 83 лет. Эти люди ведут активный образ жизни, регулярно делают гимнастику претендентов. На участие в спартакиаде было очень много, более 4 тысяч человек со всего края. В итоге в результате отборочных соревнований на финал попали 200 человек. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться в настольном теннисе, пулевой стрельбе, волейболе и не только. Завтра наши корреспонденты планируют понаблюдать за тем, как пожилые спортсмены справляются с испытаниями. В ближайшем выпуске обязательно расскажем. В завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края ясно и тепло. В Заринске, Бийске, Изминогорске до 27 тепла. В Славгороде, Рубцовске, Олейске 29 выше ноля. В Барнауле тоже ясно. Северо-восточный умеренный ветер и до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин